Привет всем, кто взглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сегодня 6 мая и сегодня я хочу показать, как чувствуют себя саженцы, которые я посадила в апреле. Первые саженцы рос я сажала 12 апреля. Это были 5 саженцев. И последующие, практически все остальные, я сажала 19 апреля. Давайте посмотрим, как они себя чувствуют за этот период. 2-3 недели после посадки. Немного забегая вперед в своем рассказе, я бы хотела сказать, что все саженцы чувствуют себя очень даже неплохо. Вот это один из первых посаженных мною. Это польский саженец Роза Блю Иден. Под окучкой она находилась, несмотря на все вот эти контрастные перепады температур, несмотря на то, что были и легкие заморозки, некоторые почки, которые даже находились снаружи, без всякой окучки, тем не менее, листики трогаются в рост. В общем, все прекрасно. Здесь саженец Роза Лилактопаз. Это саженец от Тантау, оригинальный. Ну, тоже, видите, верхние листочки, да, они немножечко подпорченные, возможно, где-то чуть подсушенные краешки, может быть, где-то чуть подмороженные, потому что все-таки ветра очень сильные, дожди сильные. Но, тем не менее, саженец, ощущение того, что он достаточно крепкий. А окучку несколько здесь смыло дождями, но почки просыпаются более нижние. Вот буквально из земли тянется побег. Все прекрасно, все хорошо. Значит, эти саженец, вот я вам сейчас показываю, они посажены у меня 12 апреля. Вот первые пять штук, я просто повторяюсь. Вот здесь тоже из земли у меня выходит саженец. Здесь, по-моему, Штернталер. Тоже, на самом деле, окучка вся несколько осела, поскольку дожди, дожди бесконечные, дожди влага. Но, тем не менее, Роза медленно и верно вступает в силу, набирает силу. Это саженец, честно говоря, забыла, какой Розы, но саженец из частного питомника, отечественного. Вот, он уже был проросший. Стоял он у меня, правда, под бутылкой. Все-таки с такими небольшими он был побегами. Побеги наросли примерно раза в два. Вот, я уже дня три, как открыла эту бутылку, и на ночь тоже я оставляю. Особенных, конечно, заморозков нет, но температура достаточно холодная. Где-то один градус. И листочки крайне немножечко-немножечко как бы подвяли, но вообще, в принципе, это совершенно не принципиально, потому что вся серединка, она живая, хорошая. Новые молодые листочки нарастают очень здоровые. Все прекрасно. Вот это пятый саженец, который был посажен 12 апреля. Это роза мускусный гибрид Aldenbizen. Вот смотрите, как нарос побег. Была там небольшая почка, она тоже была вне кучки, то есть она была сверху. Ничем я не стала ее специально присыпать, потому что я знаю, что ничего страшного не происходит. И в таких, ну, в общем-то, контрастных температурах розы еще лучше даже закаляются. И, в общем-то, потом развиваются еще лучше. Вторая почка на втором побеге достаточно маленькая, но это совершенно не страшно. Наоборот, я считаю, даже хорошо. Торопиться здесь некуда. Далее я покажу саженцы, которые были посажены 19 апреля. Ну, и еще раз повторяю, что в большей и меньшей степени они чувствуют себя очень неплохо и развиваются в любом случае. Сейчас, конечно, порядок я уже не помню, поскольку там было практически где-то 30, по-моему, сортов. Вот, и я, конечно, составила себе определенную схему, где что растет, но не вдаваясь в подробности, хочу показать, что саженцы, все они были под окучкой. Даже, кстати, вот этот саженец, у него были уже достаточно проросшие почки с такими нежными достаточно листочками. Вот они, видите, они были уже зеленые, даже не красные. Но я оставила их под небольшой окучкой. И, в общем-то, да, вот старые листики, то есть те, которые были, они несколько потрепаны. Ну, несколько потрепаны, совершенно тоже не страшно. А все макушечки, все, что начинает нарастать, все в очень неплохом виде. Вот этот саженец, да, он был достаточно высокий. Вот, наверное, на такую высоту был побег. Он был под прозрачной бутылкой. Один из, ну, их было всего, может быть, пару-тройку. Вот. И, опять же, под бутылкой все прекрасно. Бутылка была открыта, горлышко не было закрыто. Дал высоту в два раза больше. Вся макушечка, самая такая свеженькая, молоденькая, уже прекрасно развивается без всяких укрытий и бутылок. Вот. Ну, есть, допустим, саженцы, которые вот только-только дают почечки. Вот. Есть те, которые еще под окучкой. И, в общем-то, надо сказать, ничего не видно. Но больше, чем уверена. Но это саженец слабенький. И, по-моему, это из питомника меховских. Очень тоненький. Ну, так вот, чисто внешне я узнаю. Вот. Ну, надеюсь, что с ним тоже все прекрасно будет. Даже верю в это. Вот. Здесь тоже все прекрасно. Так что саженцы, как я люблю говорить медленно, но верно, развиваются хорошо. Я считаю, что ранняя посадка, она очень благоприятна. Сейчас просто не хватает, на самом деле, температур высоких. Если будет тепло, то все это очень активно начнет подрастать. Влагой все это пропиталось. Корни, я так думаю, что прижились уже. Ну, так максимально, скажем так. Поэтому все должно быть прекрасно. Только бы тепла еще. Вот здесь у меня саженец Тизин Джорджия. Это питомник бутримовых. Такой мощный, хороший. И почечки мощные, и их достаточное количество. Ну, вообще, любо-дорого посмотреть. Здесь саженец тоже, кстати, один из тех, который был под такой прозрачной бутылкой. Но это недорогая роза из коробки, как бы Абрахам Дерби. Вот он или не он, посмотрим. Ну, вот стоит. Прекрасно. Прекрасно. Я даже сняла эту бутылку, и вот даже те листочки, которые были, они, в общем-то, не тронуты ни дождем, ни холодным ветром. Потому что здесь их трепало конкретно. Я специально оставила их без укрытия. Вот. Очень сильные были ветра. Но, в общем-то, без всякого ущерба. То есть роза сильная. Ну, это, как бы, от сорта тоже зависит. А вот здесь покажу вам саженец от Масада. О, Господи, забыла, какой сорт. Ну, какая-то новинка. Вот. В общем, тоже все прекрасно. Хорошие крепкие почки. Их достаточно много. Так что полет нормальный. 1 мая посадила все, что привезла из Москвы. Ну, то, что у меня было в саженцах пакетированных. Те, которые я новые купила. И мой подарок от Танюши. Рапсу Динвлю. Ну, вот. Ну, она немножечко, конечно, страдает все-таки. И выкапывала Таня ее. И привозила в Москву. И там я ее передерживала. Ну, вот эти почки, конечно, которые были живы, но были такие вялые, слабенькие. И, возможно, конечно, они не выживут. Но вот здесь надежды достаточно много. Ну, в общем, надежда умирает последней. Ну, я считаю, что все будет отлично. Ее я, конечно, чуть-чуть прикрыла. Вот. Вот здесь тоже новенький саженец. Только что посаженный. И опять же, целенаправленно не закрываю вот эти почки уже. Не сушаются они при такой погоде. Если бы, конечно, стояла жара, то можно было призадумываться и о кучку сделать повыше. Но градусы не такие большие. Вот. Так что пускай они даже где-то как-то и закаляются. И привыкают к этим экстремальным условиям. Так. И здесь саженец я прикрыла. Ну, прикрыла так относительно. То есть вообще все практически открыто. Это тоже роза от Тантау. Это Артемис, по-моему. Да. Вот. Хорошенький. А вот здесь у меня сидит, буквально сидит розышный вальцер. Это недорогая роза за 180 рублей из коробки. Опять же, сидит в очень неудачном месте. В общем-то, у нее уже начинают, даже уже, наверное, образовались практически слепые побеги. Ну, то есть в рост она не пойдет точно. В прошлом году именно на это место, где я очень хочу у входа на участок, у калитки видеть плетистую розу, я посадила сюда эльф. И эльф также у меня торчала, в общем-то, без всяких признаков роста. И потом я ее выкопала, корневая система вообще не развивалась. И в яме хлюпала вода. В этом году я решила рискнуть. Вот этот недорогой саженец снова буквально запихнула в эту яму. Но в результате, после вот этих дождей, роза, кстати, у меня стояла вот ровно вся в воде. Вот так вот даже листва была скрыта. Я думала, что листва сгниет, но листва не сгнила. Но, в общем, вода, видимо, не уходит, роза не развивается. Так что место, конечно, мне очень хочется здесь видеть розу, но, в общем, понимаю, что нереально. Надо что-то другое сюда сажать. Сейчас буду ее выкапывать и пересаживать в другое место. И заодно мы с вами посмотрим, как там корневая система, вообще хоть какие-то подвижки есть или нет. Ну, во-первых, хочу вам показать, чем я выкапываю обычно кусты, розы или какие-то другие кусты. Вот этими вилами. Это вилы фирмы Фискарс. Очень удобные, очень эргономичные. Они у меня очень давно уже, тоже лет 10. Неубиваемые вилы. И что хорошо, они не травмируют корневую систему. У них очень плоские вот эти вот, господи. Ну, короче говоря, сами вилы очень плоские. Вот, не острые. И поэтому они проходят между корнями. И корневая система, ну, в общем, не травмируется. Здесь эргономичная ручка. Она изогнута. Я тут на камеру попала. Камерой. Вот, она вот так вот изогнута. Она телескопическая. Можно здесь, например, расслабить ее и повыше поднять на большую высоту. То есть под свой рост. И когда копаешь, очень удобно ты вилы загоняешь в землю. И потом просто поднимаешь этот ком земли вилами, не напрягая, в общем-то, собственные мышцы особенно. Ну, сейчас я продемонстрирую немножечко. Работаю с оператором. Так, сейчас посмотрим. Ну, в общем-то, две недели сидит эта роза. Вот, дала она немножечко побеги, почки. Вот эти почки в земле, они еще даже, ну, пробудились, но как бы не растут. Вот, ничего она за две недели не нарастила. Сидит просто мертвяком. В яме. Ну, вот, хлюпает просто вода. Вот, покажи чуть поближе. Там видно. Ну, вот сейчас она ушла, потому что вода очень быстро уходит. Вчера были ливневые дожди, а сегодня уже с солнцем и ветром быстро все уходит. Ну, все равно, вот, я копаю, там просто чувствуется вот на штык вот этих вилл, и там все хлюпает. То есть, не удивлюсь, если вчера, позавчера она стояла где-то здесь на этом уровне. Поэтому Сажениц, конечно, не будет развиваться. Очень жаль, а место хорошее. Ну, что, буду искать ему другое место. Ну, все. Переедем на другое место. А по своим уже растущим розочкам, ну, стараюсь, конечно, за эти дни компенсировать то, чего не смогла дать им раньше. Обработки, правда, не пришлось мне провести, поскольку все-таки дожди. Перерыва особенного нет, или очень маленький перерыв между дождями. Но перекопала, дала возможность корням дышать. Уже пролила своей любимой янтарной кислотой, а вернее янтарином, поскольку для меня я уже рассказывала. Однажды он был спасением. И далее, последние пару лет, я целенаправленно им проливаю кустики в начале каждого сезона. Ну, чтобы, скажем так, дать им удачный старт. Подкормила, бросила немецкое комплексное удобрение. И в этот раз впервые за всю свою деятельность с розами я купила конский перегной в мешках. Ну, и вот пока так чисто символически вокруг каждой розы я посыпала конский перегной. Ну, посмотрю, сколько у меня там его выйдет по расходу. Возможно, побольше подсыплю слой. Вот сейчас только так пока экспериментирую. А обработки от болезни еще не проводила, но, повторяюсь, дожди. Дожди, дожди, дожди. Так что, ну, работа еще не початый край, но, в принципе, уже выглядит все достаточно неплохо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем удачной теплой весны.